Я вас категорически приветствую. На днях у меня возникла потребность в сооружении такого рода объектов на уровне как ограждения, стены и решетки. И снова дилемма смоделировать все в 3D редакторе и затем экспортировать, импортировать в Unreal Engine либо использовать процедурный инструмент внутри самого движка. Второй вариант мне кажется более интересным. Spline Mesh, еще известный как Road Tool, отлично сгодился бы на данную роль. Но я искал альтернативу ему и повода поближе познакомиться с такой вещью как Instanced Mesh. В результате у меня получился Instanced Mesh Along Spline. Этот инструмент не претендует на звание лучший из лучших. По некоторым моментам он уступает тому же Spline Mesh, но также не лишен достоинств. Во-первых, логика скрипта очень простая, собирается за пару минут и работает в редакторе очень быстро. И второе немаловажное достоинство. Все экземпляры модели внутри одного актора представлены с помощью Instanced Mesh. То есть рендерятся они за один вызов рисования, что при разумном подходе может помочь вам снизить нагрузку на центральный процессор при отрисовке большого количества повторяющихся объектов, тем самым увеличив FPS. Приступим. Создадим новый актор Blueprint, обзовем его как-нибудь и добавим его на уровень. Откроем Blueprint, добавим Instanced Mesh и Spline Component. Пока что наш Instanced Mesh не знает, какую модель ему представлять. Исправим это, назначив ему Static Mesh. Чтобы можно было менять модель, сделаем переменную Mesh публичной. Значением по умолчанию пусть будет вот этот Guard Rail. И первый вопрос, на который мы должны ответить, сколько инстансов модели должен содержать наш актор. Представим себе, что это наш Spline. Он имеет некоторую длину. А это один кусочек нашего будущего забора. Он также имеет свою длину. Значит количество кусков в заборе будет равным минимальному целому числу от соотношения длины сплайна к длине куска забора. Инстансы модели будем добавлять в цикле. Так как модель может быть разная, то создадим публичную переменную Static. Степ для инициализации длины модели. Значение по умолчанию 200 сантиметров. В цикле для нашего InstancedMesh компонента будем вызывать метод AddInstanceWorldSpace. И тут мы подходим ко второму вопросу, требующего решения. Метод принимает в качестве параметра Transform. То есть мы должны определить положение инстанса в пространстве, его локацию и ротацию. Начнем по порядку с локации. Ясно, что позиция должна находиться на нашем сплайне и зависеть также от порядкового номера инстанса модели. И здесь сам Unreal Engine 4 приходит к нам на помощь. В арсенале компонента от сплайне есть полезный метод GetLocation от DistanceAlongSpline. На вход метод принимает дистанцию от начала сплайна, а возвращает искомую локацию, находящуюся на самом сплайне. Нам осталось только посчитать дистанцию. Мой внутренний капитан очевидность подсказывает мне, что найти дистанцию можно вот так. Distance равно Index умножить на Step. Обратите внимание, методы обоих компонентов имеют дело с мировым пространством. Вы можете использовать также и локальное. Главное использовать одно и то же пространство во всех методах, имеющих такую опцию. Проверим, что у нас получается. Уже кое-что. Количество кусочков действительно зависит от длины сплайна и расположены они правильно. Вот только их ротация пока что оставляет желать лучшего. Как нам быть с ротацией? Вы наверное уже знакомы с такой полезной функцией в Unreal Engine 4 как FindLookAtRotation. Движок сделает все необходимые расчеты сам. Нам лишь нужно указать ему две позиции. В какой точке находится сам объект и на какую точку он ориентирован. И давайте в качестве Start мы просто будем брать позицию предыдущего инстанца, а в качестве End позицию текущего инстанца. И таким образом мы получим ротацию предыдущего инстанца. И здесь нам нужно убедиться, что уже создано хотя бы два экземпляра. Позицию предыдущего индекс минус один инстанца мы получим благодаря методу getInstanceTransform. А полученную ротацию мы назначим с помощью UpdateInstanceTransform. И снова я ставлю галочку WorldSpace. Проверим, что у нас получается. Да, то что нужно, только вот самый последний кусок нашего забора ориентирован как-то нелогично. Что не удивительно, ведь ему не на кого ориентироваться. Этот вопрос тоже решаем. Но вначале уберем щели между отдельными кусками уменьшением параметра Step на несколько сантиметров. И также мне бы хотелось знать, сколько инстанцев содержит наш актор. На этот случай компонент InstancedMesh имеет метод getInstanceCount. Ротацию последнего куска мы найдем с помощью метода findRotationClosestWorldDocation . Вот такой у нас получился инструмент. А также он находится в первый кухне기� �емп average что установлен часто нового кухнеинки, а также я различной функции Hyper он уменьшается, международная Church Россия, как правила ст块 у нас. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok